Нет, бесконтрольному предпринимательству решили сказать специалисты. В общественной палате области прошло расширенное заседание совета, связанное с проблемами легализации бизнеса. По последним данным в России, порядка 20 миллионов человек задействовано в теневом предпринимательстве. Около 80% от общего числа перевозок в Саратовской области осуществляется по неофициальным схемам. Удручающая статистика нелегального бизнеса звучит практически во всех сферах. Есть определенные санкции по отношению к тем, кто ведет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица или без открытия счета расчетного, без налоговой отчетности, которая крайне необходима. Это такая большая работа, в том числе и воспитательная, в том числе и просвещенческая. Из-за теневых бизнес-схем Саратовская область в год теряет от 5 до 20 миллиардов рублей. Общественники предлагают, во-первых, инициировать рассмотрение федеральных законопроектов, а во-вторых, принять меры реагирования на местном уровне, начиная с госзакупок. В пример приводят ситуацию в Москве, когда после проверок чиновников на полиграфе на госзакупках было сэкономлено свыше 100 миллиардов рублей. Также одной из действенных мер считают увеличение штрафов для нелегального бизнеса. Нам надо сегодня сосредоточить усилия, прежде всего, на тех, кто работает на грузовых перевозках нелегально, медицинские услуги, косметологические услуги, риэлторы, строительные дела, ремонтные, все эти работы и так далее. Сегодня есть предложение увеличить штрафы до уровня, когда предпринимателю будет намного выгоднее сделать свой бизнес легальным, чем потом оплачивать взыскание.